В последнее время многие люди приходят и на самом деле не хотят продавать, потому что очень такой нехороший имидж создался именно распространителями косметики. Помните презентации? Если меня пригласили сюда в этот бизнес распространять эту косметику и приглашать распространителя этой косметики, я бы этим не занимался. Смотрите, если человек пришел и говорит, вот только про продажу, я говорю, хорошо, про продажу не буду рассказывать, я говорю, вот ты. Ты хочешь долго жить? Хочу. Для этого есть у нас в Риклэм два продукта, коктейль и пэк, витаминный комплекс. Этот дает 30 баллов, этот дает 35, этот 35 баллов, ну в среднем 70 баллов. Вот каждый месяц, если будешь вот это принимать, ты будешь очень долго жить. Кожа хорошая будет, волосы хорошие будут, энергии много будет, то есть с женщинами все в порядке будет, с мужчинами все хорошо будет. С женщинами фигня? Сколько человек будет? 155 человек. 155 человек. Каждый из них будет покупать только себе один коктейль и один витаминный комплекс. Это будет 155 человек, умножаем на 70 баллов, 10 850 баллов. Только на этом. И ты еще лично на 150 баллов косметики себе купишь и своим ближайшим окружением. Итого 11 тысяч. 11 тысяч баллов. Это 21% нашей компании возврата денег. Я почитал, сколько это получается? Ровно 20 тысяч рублей. Каждые 20 дней, каждые 3 недели 20 тысяч рублей. Будешь покупать себе, Пэк? Ну и где здесь продажа, потом Верим говорит? Каждый из участников... Вот смотри, никто никому не продавал, никто никому не продавал. Каждый покупал, только себе. Даже вот жене не купил. Не надо на меня пальцем показывать. Потому что сразу получается 140 баллов. А я про 70 себе купил витамин и себе купил коктейль, чтобы долго жить. Ты сам сказал, долго жить хочешь. Тебе будут платить 20 тысяч. Ты будешь пить за 20 тысяч вот это? Будешь пить вот эту фигню? Буду. Давай, покажу. Вот, прям перед тобой. Так только не завирайся, ладно? Тебя на камеру снимает. Ладно, потом вырежем. Вырежем? Не, мы такие легенды рассказываем. Ты что? Как 5 минут. Всех есть такие купилеты? Да. А первая страница начинаю. Вот так человека сажаю. Вы знаете, кто это такой? Это хозяин компании «Рифлэм» Роберт Афель. Очень богатый человек. Это он новичкам рассказывает. Вот сейчас он рассказывает так, как он рассказывает новичкам в 12, в 3, в 7. Вот так рассказывает. После презентации, после квадранта денежного потока, после вот шкалы тонов, после презентации полежа, после этого я еще добиваю их вот этих. Это Роберт Афель, очень богатый человек, очень миллиардер. Он занимается благотворительностью. Ну, может изучить, в интернете посмотреть, кто он такой. И он решил помочь. У него есть друг. Показываю на стикстен. У него есть товарищ. Я не знаю, как они познакомились. Может, когда-то болел, этот врач его вылечил. Он главный кардиохирург Швеции. Главный ведущий кардиохирург Швеции. И он решил ему помочь. Он для него построил исследовательский центр. Исследовательский центр в Эгилёске. И каждый год, в течение 10 лет, выделял миллионы-миллионы долларов на исследования в области долголетия и здорового образа жизни. Этот кардиохирург не для Ари Флейм, а для своего отдела. Он очень известный человек. Его номинируют в этом году на Нобелевскую премию. У него очень много изобретений. И одно из самых известных изобретений – это аппарат по хранению донорского сердца. Если раньше донорское сердце хранили 6-7 часов, то теперь с его аппаратом донорское сердце хранится 24 часа. У него есть изобретение довести человека до операции. Как операции делать. Очень много изобретений именно в кардиохирургии. И он задумался над тем, что многие после операции не выживают только лишь потому, что неправильное питание синтетическое получается. Видели в больнице? Вот, человеку прямо так. Видели? Показывается человек после операции, туда трубочку засовывают. Одно для дыхания, другое для питания. Вот это все питание было синтетическим и искусственным. И плохо усваивалось, и человек очень тяжело проходил период реабилитации. Стиксен поставил себе цель создать натуральное, очень биологическое, натуральное, сбалансированное смесь питания для тех людей, кому пересадили сердце или легкие. Роберт Афеттный решил ему помочь. И он выделял на это деньги. Восемь лет они вели эти разработки, и они придумали вот эту смесь, вот этот коктейль для людей, которым поменяли сердце. Представляете, что такое вспоминенное сердце или легкие? И люди с этим коктейлем и с этим волноспеком выкарабкивались и намного быстрее выздоравливали. Потом он предложил Роберту, он говорит, Роберт, мы испытали на здоровых людей, на сами, на себе получаются отличные результаты, лучше себя чувствуешь. Можно, как бы, сбавить лишний вес, можно, наоборот, набрать вес, если как-то по-другому принимать вот этот коктейль. Кожа становится лучше, вообще, многие, с диабетом многие вопросы решаются. И он начал вот эти питания давать семье Роберта Афеттника. Роберт Афеттник принимал, очень хорошо начал выиграть, и как-то они играли с Магнусом в теннис, я говорю так, и он выиграл у Магнуса в теннис, а ему 70 лишних лет. И Магнус говорит, Роберт, ты так хорошо выглядишь, еще и меня выиграл. Он говорит, с чем дело? Он говорит, а я принимаю Велмасс. Ну что такое Велмасс? Это вот это, вот это, вот это, Магнус. Ну дай команде менеджеров, мы будем много работать, чтобы Арифлэм стал компанией номер один. Он говорит, хорошо, для менеджеров давай сделаем маленькое производство. В итоге весь топ-менеджмент Арифлэм не дистрибьюторы, не мы с вами, не простые люди, а менеджеры Арифлэм там, в Европе, начали его принимать. И два года в секрете пользовались этим Велмасс-пэком, поэтому Арифлэм на сегодняшний день это самая быстрорастущая компания в мире. Мы не верим всему, что вы расскажете на самом деле, вам не врать. Я сейчас соврал где-нибудь? Нет. Арифлэм самая быстрорастущая компания, у нас самая сильная менеджер, а чего? Ладно себе. И потом уже Магнус, когда увидел, что система работает, на самом деле очень много сил, очень много энергии, причем это натурально, никакой химии, ни инулина, ни кофеина, ни гуараны, тех вещей, которые используют другие компании. Когда он увидел, что с этим продуктом Арифлэм на самом деле быстрее может стать компания номер один, они решили сделать большое производство, сделали большое производство, и это поступило к нам в продажу. Сначала только директорам дали, простым консультантам не давали, потому что сначала директорам только доступ. Это на самом деле новейшее, это называется wellness, посмотреть в интернете, почитать, что это такое. Wellness несколько миллиардов долларов, там по-моему около 3-10 триллионов долларов, очень много, да, 3,5 триллиона долларов годовой товарооборот там получается. Мы с вами миллионером и можем стать на этом деле. Я говорю, стоит это 900 рублей, там 1000 рублей, ты можешь себе купить, если не так купишь, но я говорю, без этого ты не сможешь жить. Кстати, есть у тебя знакомые, у кого диабет? Практически в каждой семье есть. Я говорю, вот у меня у жены бабушка диабетом болеет, она приехала, стоила умирать к нам, сказала, поначку все, умираю. Мы ее повели к эндокринологу, эндокринолог выписал ее лечение, он сказал, самое главное диета. И Арбина вспомнила, что у Стикстена, она спрашивала, а можно ли там диабетикам? Стикстен это сказал, это необходимая вещь диабетикам. Я прямо вот эти диалогами над миром рассказываю. Людям интересны сплетни, им интересны истории какие-то, кто кому что сказал. Я говорю, она спросила у Стикстена, Стикстен сказал, это отличная вещь для твоей бабушки. Мы дали бабушке, бабушке сахар с 19 упал до 7. Это правда. У нас сейчас при приеме велнеса очень сильно уменьшается амплитуда сахара, скачка сахара получается. От 7 до 9 бабушка выздоровела, поехала домой картошку сажать. 83 года. Мне ей сказали просто, что это лекарство, ты можешь долго объяснять. Да, бабушке не объясняла, что это лекарство. Три раза в день пить. Три раза в день пить, за полчаса до еды. Она пила, на самом деле отличные у нее показатели получились. И пьет, и даже вот, как называют вот это суставы, вот это все. Актрит, вот эти вещи у нее говорят, у меня тоже лучше стало вот со всеми этими делами, ноги перестали мать, и сосуды лучше стали. То есть это на самом деле реально действие, рассказывает человек. Быстрее. И вот так дальше иду. Я говорю, вот это как-то, это уже промышленная упаковка для нашей продажи. Видишь, вес снижается у людей. Видишь, на 5 килограмм, значит кожа не обвиснет, не беспокойся. Астаксантин, я говорю, вот это пьет Мадонна уже 5 лет, и от всех скрывала. Вы видели в интернете вот эти пары картин? Мадонна пьет Астаксантин уже 5 лет. Вот это пьет, знаете кто? Жулия Робертс. Она последние 2 года сидит на диете омега-3. И сейчас в Америке у кинозвезд очень модный вот это диет с омега-3. И питание больше рыбы, именно высококачественные рыбы, жир они принимают, и меньше используют косметических средств. Потому что омега-3 и астаксантин, в принципе, достаточно для того, чтобы кожа сама была увлажненной, разглаживались морщины, и меньше химии было. Это мультивитаминный комплекс для мужчин и для женщин. Дальше иду, и вот здесь вижу. Я говорю, вот для женщин. Смотри, что получается. И вот так прямо читаю, что здесь написано. Разглаживает морщины, увлажненность кожи. Я говорю, ну мужик, как действует совершенно по-другому? Она говорит, так, ну посмотри, что написано. Наоборот, повышает мышечную силу и выносливость. Вот здесь. Через 3 месяца на 13%, через 6 месяцев на 55%. Я говорю, когда это поступило в продажу, ты же знаешь, в Арифлейме больше всего женщины работают? Она говорит, да, знаю. Я говорю, директоры Арифлейме вот между этими строками прочитали что-то другое. И в первый же день велмеспект мужской кончился. Повышает мышечную силу и выносливость мужчин. В первый же день. На самом деле велмеспект кончился, он в дефиците, он быстрее всего кончается, потому что мужу там, брату, о, в никуда он уже говорят, покупают. И женщин, по сути, в очередь о себе беспокоятся. В первую очередь о своих мужьях. Да, Вик? Рассказываю про это, и все, и говорю. Ну что, думаешь по этому поводу? Стоящее, видишь? А? Нет денег? Нет денег? Давай, заработай, я вот это потом рисую. Сначала я вот это рассказываю, а потом вот это рисую уже. Видишь, ты 20 тысяч будешь получать, не будешь есть вот это. Ну только себе, своей семьей. Еще Юрий говорит, я вот свои 53 года, видите, как выгляжу. Он говорит, я с января пью волос, видите, как я хорошо выгляжу в свои 53 года. Причем я очень много летаю, много пью, курю, веду праздный образ жизни. И все люди говорят, да, а потом мне говорят, она замужем за пенсионером. Покоголем. На самом деле, правда, не должна мешать в нас эти рассказы. Если вы при каждой встрече хотя бы 10 минут будете выделять вот этой брошюрке, у вас клиенты появятся. Обязательно появятся. Во-первых, многие люди, оказывается, пьют вот эти продукты, эти коктейли других компаний. Я вот пока с вами не столкнулся, я не слышал, не знал, но на самом деле очень многие люди покупают там NL International, Гербалай, Визион, многие компании покупают там FLP. Когда я им показываю, мне вот очень интересно было, знаете, такого, Рачковского. Он рассказывал мне про свою клиентку, очень богатая женщина, финансистка в Москве. Она очень богатая, денег очень много. Когда я к ней пришел, ну, заказывает FLP почему-то. И когда я при меня сказал, она говорит, вот про это мне вообще не рассказывал. Он говорит, ты посмотри. Она говорит, у меня свой диетолог, у меня свой фитнес-тренер, у меня все. Она говорит, вот покажи своему диетологу и фитнес-тренеру. Она взяла буклет, взяла один коктейль и в FLP и понесла своему диетологу. На следующий день позвонила, она у него заказала, по-моему, баллов на 500. Себе, своей дочери, на следующем месяце себе, своей дочери, маме и там, свекрови, еще кому-то, мужу, сыну, там, где-то баллов на пол, тысячу. И каждый месяц где-то на тысячу баллов эта женщина забирает. Когда вот он спросил, он говорит, а что ты, почему? Он говорит, мой диетолог сказал, это нереальная вещь, у нас в стране такого больше нету, ни в одной фирме, ни в одной аптеке. Вот такого, что сделала Арифлейм, это нереально, не может быть, ну как нереально, есть же, она говорит, ну может обмануть, он говорит, шведы. Не обманут, Арифлейм, известная компания. Тогда обязательно покупай и обязательно это пей. То есть диетолог, очень богатая женщина в Москве, такое рассказала, потому что это нереально, невозможно, чтобы три вида белка, такое соотношение, и причем натуральное все, без химии, без энергетических добавок, с низким гликемическим динамом. А вы сами пьете? Да. Верите, что вы хорошо ходите? Я всегда пугала его, я говорю, никогда не буду заниматься пищевыми добавками. Все, хватит. Раньше. Я говорю, чтобы спрашивать у людей, как они плавили туалет. Да и не поможем, но без антон. Верите, что поможет и долго будет. Я не знаю, как вас, я сегодня окопляла на завтрак, обеду на пол, гипвеллосом накормила. И говорила, клубничный или ваниль. Так что это теперь даже в гости удобно, ну гостей приглашать. Спасибо. Продолжение следует...